Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами Александр Масликов и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Опасный сокол. Тропический шторм из Филиппинского моря может принести в Приморский край сильные дожди и подъем воды. В адрес администрации Приморского края, МЧС, Росгидромета и других заинтересованных организаций было направлено предварительное предупреждение о возможном ухудшении погоды. Время вандалов. На набережной спортивной гавани снесли гранитное декоративное ограждение. Мэрия принимает меры. К сожалению, да, у нас есть такие случаи вандализма. Буквально на прошлой неделе повредили парапетное ограждение на спортивной набережной. Драконы в море. 16-й кубок губернатора погребли на драконах прошел во Владивостоке в бухте Новик. Субботу-воскресенье провести в Новике. Очень великолепно и замечательно. Также в выпуске «Народный выбор». Жителям Владивостока предлагают выбрать новый проект рыбного рынка в районе набережной Цесаревича. Еще раз скажем, красиво ушли. Интересное развитие событий наблюдали ученые при выпуске второй партии «Косаток». Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Сегодня все внимание синоптиков в крае приковано к тропическому шторму Данос, что в переводе означает «сокол». Вихрь зарядился над Филиппинским морем. По расчетам синоптиков уже в воскресенье шторм откажется над Корейским полуостровом. По пути Данос будет вызывать проливные дожди, ураганный ветер. В начале следующей недели вихрь окажется над акваторией Японского моря. При этом существует две версии развития событий. Первая версия – самая худшая для Приморья. Тайфун, пройдя через Корею, выйдет на Японское море и будет смещаться на северо-восток, вблизи побережья Приморского края. В этом случае в южной половине Приморья пройдут интенсивные дожди. По второй версии вихрь пересечет южную половину Корейского полуострова, выйдет на центральную часть Японского моря и пройдет на значительном удалении от Приморья. Тогда интенсивных дождей в крае не предполагается. Однако синоптики руководствуются худшей для Приморья версией. В адрес администрации Приморского края, МЧС, Росгидромета и других заинтересованных организаций было направлено предварительное предупреждение о возможном ухудшении погоды в период 22-23 июля. Это сильные, очень сильные дожди, резкие подъемы уровней рек на юге Приморского края. За это время может произойти все, все что угодно. Ситуация может измениться в ту или другую сторону. И в связи с этим это штурмовое предупреждение будет в обязательном порядке уточтено в пятницу 19 июля. О будущем рынка на спортивной в ходе встречи с журналистами 18 июля высказался глава Владивостока Олег Гуменюк. По мнению мэра, такие места – рассядники, грязи и антисанитарии, а рынок давно пора закрыть. Глава города считает, что рынку пришел конец, сообщает ВЛРУ. Большая была территория. Хороший спортивный стадион, который захватил бизнес. Со стадионами посмотрите, что творится. Раз-два и обчелся. У Владивостока есть только дом пионеров и брошенный комплекс в снеговой паде. На спортивную смотреть невозможно. Грязь и антисанитария. Понимаю, что людям было удобно. Кто-то рядом с этим рынком живет. Будут те, кто жалуется и недоволен. Но когда-то всему приходит конец. Спортивную давно пора закрыть. Это должны понимать люди, которые занимаются этим. Отметил глава города. Глава города отметил, что узнал о закрытии рынка от журналистов в интернете. Но к этому факту отношения не имеет. Напомним, вещевые и продуктовые ряды на спортивной уже возобновили работу. По неподтвержденным данным, обеспечительные меры в виде запрета на эксплуатацию части рынка сняты. До этого рынок был закрыт из-за нарушений пожарной безопасности. Также глава города прокомментировал снос незаконных торговых объектов. С ларьками и криминальной торговлей мэрия будет бороться. Сейчас в администрации готовят законопроект, чтобы увозить незаконные объекты быстрее. А не за два месяца, как сейчас. Тем временем на набережной спортивной гавани продолжают демонтировать незаконные объекты. На этот раз под снос попала самовольно построенная веранда-кафе. Владельцы которой получили соответствующее постановление задолго до предстоящего сноса. Но слишком поздно приступили к демонтажу. Часть постройки владельцы убрали самостоятельно. В дальнейшем специалисты административно-территориального управления Фрунзенского района и муниципального предприятия содержания городских территорий продолжат работу по демонтажу незаконных объектов на набережной спортивной гавани в соответствии с действующим законодательством. Отметим, что снос самовольно установленных объектов на спортивной набережной лишь малая часть большой работы по наведению порядка на этой территории. К слову, набережная спортивная гавани в эти дни прославилась не только принудительным сносом торговых объектов. Здесь произошел вопиющий случай жесткого вандализма. Неизвестные, надеемся, что пока неизвестные, снесли гранитное декоративное ограждение. Полиция возбудила дело. Жители города резонно поинтересовались, куда смотрели камеры видеонаблюдения. Отметим, что вандализм в последнее время в дальневосточной столице переходит все пределы. Евгений Черемухин продолжит тему. Владивосток, безусловно, город контрастов. Приморская столица сочетает в себе историческую архитектуру времен императорской России, утонувшую в конструктивизме советской эпохи. И все это приправлено весьма ощутимой восточной магией, сказывается близость к Поднебесной и другим странам Юго-Восточной Азии. Ну а после строительства вантовых мостов к саммиту АТЭС стало модным припоминать знаменитая Хрущевская «Это будет наш советский Сан-Франциско». Кроме архитектурного наследия, город радует уличным творчеством, качественным стрит-артом. Однако далеко не все жители Владивостока бережно и заботливо относятся к родному городу. И порой доходит буквально до рукоприкладства. К сожалению, да, у нас есть такие случаи вандализма. Буквально на прошлой неделе повредили парапетное ограждение на спортивной набережной. Этот случай все еще на слуху у горожан. Все-таки набережная спортивной гавани – место людное и, так сказать, проходное. Здесь приятно погулять, подышать свежим морским воздухом, облокотившись на парапет, который кому-то явно не давал покоя. Специалисты еще ведут по счету ущерба в рублях, но уже известно, что общая длина уничтоженного ограждения больше 20 метров. Часто идет повреждение в результате вандальных действий самой плитки на подсистеме. И поэтому принято решение в этом году произвести работы по ее переустройству. То есть предусматривается оманоличивание блоков самой конструкции подпорной стены набережной со стороны морского фасада. Работы будут выполнены с применением гидротехнического бетона для предотвращения от разрушения агрессивной морской средой. Именно для борьбы с вандалами мэрия Владивостока и лично глава города Олег Гуменюк поручили профильным службам установить еще 25 камер наружного постоянного видеонаблюдения на набережной. Очевидно, обзора уже существующих камер для обнаружения вандалов недостаточно. Установить видеокамеры обещают в следующем году. Также в планах у администрации Владивостока в ближайшие годы оборудовать цифровыми глазами все общественные территории города. В дальнейшем, естественно, мы будем восстанавливать. Есть соответствующая юридическая процедура. Правоохранительные органы должны выявить лиц, которые причинили этот ущерб. И в дальнейшем мы в судебном порядке будем взыскивать средства. Впрочем, парапетное ограждение – не единственная жертва вандализма. Автобусные павильоны – излюбленное место для местных художников слова. Как и различные знаки и запрещающие таблички. Подземные пешеходные переходы – та же история. И при всем критическом отношении приморцев к власти, нужно признать, что наши с вами отношения к своей малой родине имеют значение. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после которой... Народный выбор. Жителям Владивостока предлагают проголосовать за новый проект рыбного рынка в районе набережной Цесаревича. Красиво ушли. Интересные развития событий наблюдали ученые при выпуске второй партии косаток. Драконы в море. 16-й кубок губернатора по гребле на лодках-драконах прошел во Владивостоке в бухте Новик. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Народный выбор. Жителям Владивостока предлагают проголосовать за новый проект рыбного рынка в районе набережной Цесаревича. Красиво ушли. Интересные развития событий наблюдали ученые при выпуске второй партии косаток. Драконы в море. 16-й кубок губернатора по гребле на лодках-драконах прошел во Владивостоке в бухте Новик. Жителям Владивостока предлагают выбрать новый проект рыбного рынка в районе набережной Цесаревича. Для народного голосования специально создали сайт, где приняли участие в опросе уже больше тысячи человек. Мнение горожан обещают учесть. Грандиозное строительство торговой площади должно было завершиться еще пару лет назад. Но все время шло что-то не так. Мешало отсутствие генплана, но его как раз утвердили в 2018 году. И там место под рынок определено на набережной Цесаревича. Юрий Трутнев поручал выделить участок по строительству грандиозного сооружения до начала апреля прошлого года. Ну вот уже июль следующего, а разной степени доступности рыба по-прежнему не имеет дома. Напомним, еще в 2017 году рыбный рынок предлагалось построить в виде морского ската. Эффектный дизайн торговой площади мог бы стать настоящей архитектурной жемчужиной не только приморской столицы, но и всего Дальнего Востока. Теперь полагают приморские СМИ о рынке в форме ската можно забыть. В целом все четыре предложенных эскиза прямоугольные приземистые здания в два этажа с эксплуатируемой кровлей. Проголосовать за эскиз можно на сайте fishmarketvl.ru. Рыбный рынок должен появиться в районе Корабельной набережной на берегу бухты Золотой Рог в районе пилонов моста. Жители дальневосточной столицы могут приобрести горбушу от 150 рублей. На вагу от 84 за килограмм. Очередной мониторинг цен на рыбу провели специалисты департамента лицензирования и торговли Приморского края. По информации ведомства во Владивостоке самая доступная цена на красную рыбу сегодня на Некрасовском рынке. Горбушу можно приобрести от 150 рублей. Киту от 250 рублей за килограмм. Камбалу выгодно закупать на рыбном рынке. Здесь она продается от 70 рублей за килограмм. Рыбу по доступным ценам можно приобрести и в супермаркетах края Рэми Фрэш 25 Самбери. Килограмм селедки стоит 57 рублей. На ваге в Рэми 84 рубля. Кальмар продается от 152 рублей. В крае продолжает действовать социальная программа Приморская рыба. На сегодняшний день в ней участвуют более 250 предприятий торговли по всему региону. Помимо этого, каждые выходные на протяжении всего июля на Центральной площади Владивостока работает сельскохозяйственная ярмарка, на которой можно приобрести морепродукты, рыбу, фрукты, овощи и выпечку от местных производителей. Теперь снова о косатках. Но на этот раз, помимо сухих фактов, вас ждет и один трогательный момент. Начнем с того, что вторую партию косаток из Приморья трех особей выпустили в Охотское море в районе мыса Перовского, Хабаровского края, сообщает пресс-служба ВНИРа. Животные хорошо перенесли весь путь из Приморского края. На всех этапах их сопровождали опытные тренеры, ветеринары и научные сотрудники. Выпускались они двумя партиями и продемонстрировали при этом настоящее чувство товарищества. Вначале выпустили самца и молодую самку. Но вместо того, чтобы направиться в Открытое море, косатки развернулись и пошли к берегу, ожидая выпуска взрослой самки. После ее выпуска группа объединилась и животные пошли вдоль берега на расстоянии 300 метров в восточном направлении. В Открытое море они ушли сплоченной группой. Впереди выходные. В городе состоится большое количество культурных, познавательных и развлекательных мероприятий. Каждый сможет найти что-то по душе. А моя коллега Катерина Матвеева поможет сделать правильный выбор в традиционной рубрике «Афиша». Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева и сейчас все о самых интересных событиях на ближайшие дни. Дети и их родители приглашаются на экскурсию Приморского музея имени Арсеньева «Экспедиция по Светланской». Путь пройдет по самой главной улице города, растянувшейся вдоль бухты «Золотой рог». На экскурсии юные горожане будут внимательно смотреть по сторонам, находить интересные детали в архитектурном убранстве города, перевоплощаться в поэтов, футуристов и исследователей, играть и искать ключи к заданиям и рисовать. Начало в 12.00, стоимость билета в 300 рублей. Сопровождение взрослого обязательно. Билет для сопровождающего не требуется. Дуэт классических гитар выступит в библиотеке «Бук». Приморский гитарный дуэт был создан выпускниками Дальневосточной государственной академии искусств Алексеем Виланским и Михаилом Бойко. В рамках пятничного выступления прозвучат оригинальные произведения, написанные для дуэта классических гитар. Начало в 19.00, вход свободный. В главном корпусе Приморского музея имени Арсеньева работает выставка для детей. Она посвящена пернатым обитателям нашего края. Посетители увидят более 40 птиц, а также гнезда, яйца, гербарий, насекомых из музейной коллекции. Стоимость билетов от 100 до 200 рублей. Второй международный праздник шашлыка состоится на спортивной набережной возле главного фонтана. Организаторы собираются побить рекорд прошлого года и приготовить шашлык длиной 100 метров. После мясом угостят всех гостей праздника. Участников ждет не только вкуснейший шашлык, но и конкурс по поеданию хинкари, подарки, отличное настроение. К слову, шашлык можно не только есть, но и готовить. Для этого необходимо отправить заявку организаторам. Начало в 11.00, участие бесплатно. Фестиваль «Ведьмака» состоится во Дворце детского творчества. На фестивале перемешается средневековая атмосфера и современные реалии. Рыцари, купцы, косплей, лекции о разработке игр, музыканты, стрельбище, средневековые танцы и, конечно же, «Ведьмак». Начало в 12.00, вход на фестиваль свободный. В Театре молодежи состоится необычайное происшествие в двух действиях «Ревизор» по пьесе Николая Васильевича Гоголя. 21.00 век – время перемен. Меняются технологии, культурные ценности, меняются люди и меняются роли. Женщины занимают руководящие должности, мужчины ведут кулинарные блоги. Вот и на пьесу «Ревизор» решили посмотреть точки зрения наблюдателя в 21.00 веке. Все чиновничьи посты в спектакле занимают представительницы прекрасного пола. Но даже женщины-чиновники в первую очередь – женщины. И, конечно же, кто, как не Хлистаков, станет идеальным мужчиной для этих сильных прекрасных дам. На этот раз пьеса «Ревизор о любви» – начало 18.30, стоимость билетов от 300 до 600 рублей. Любите танцевать? Тогда вам на спортивную набережную. В амфитеатре состоится третий этап фестиваля уличных танцев «Стрит Эйр». В нем могут участвовать все, кто танцует, любит танцевать и стремится научиться. Главное условие – любовь к танцам и желание делать это лучше, ярче день за днем. А компетентные судьи чемпионата укажут, над чем стоит поработать, чтобы достичь лучшего результата. Состязания пройдут в несколько этапов, которые планируется проводить каждый месяц. А закрытие и определение лучшего танцора пройдет в сентябре этого года. Начало в 12.00, вход свободный. Грандиозное цирковое шоу «Караевский цирк» обещают дать во Владивостокском цирке. Гостей ждет увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши, грации, отваги, ловкости, невероятных человеческих возможностей и изысканного стиля. Заслуженный артист России Гия Эрадзе славится неординарным подходом к цирковому искусству. Его представление – это всегда синтез эстрады, цирка и мюзикла. В новом грандиозном шоу вы побываете на настоящем королевском балу, в чарующей русской зиме с оленями, лисами, русскими, борзыми. В ритмах страстной Испании встретите Тореадора с горделивыми яками. У фонтана в райском саду увидите уникальных розовых пеликанов и самых ярких экзотических птиц попугаев Ара. Начало в 13.00, стоимость билетов от 800 рублей. Детям до трех лет бесплатно. В спорткомплексе «Олимпийц» стартовал 15-й турнир мировой серии гран-при по бадминтону Russian Open 2019. Среди участников – призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и Азии. Участники Russian Open будут сражаться не только за рейтинг и награды. Победители и призеры разделят призовой фонд размером 75 тысяч долларов. Сильнейшие спортсмены сразятся в финалах, которые состоятся в воскресенье в 12.00. Вход для зрителей свободный. Мы продолжаем вам рассказывать о том, что удивляло, радовало, а где-то даже и шокировало пользователей интернета. Сегодня расскажем о суперреалистичных портретах карандашом, летающем человеке, а также о самом черном цвете на планете – Ванта Блэк. Все подробности у Дмитрия Беломестного в рубрике «Топ 5». Эти портреты выглядят очень реалистично. Их даже можно принять за фотографии. Все, что нужно для их создания – карандаш и фантазия. Такой техникой работает художник из Нигерии – Оринзе Стэнли. Парень творит обычным карандашом, и его хобби требует особой усидчивости. На создание каждой работы уходит по сотне часов. Цель Оринзе – добиться суперреалистичного эффекта. Во Франции состоялся традиционный военный парад в честь Дня взятия Бастилии. В нем принял участие французский изобретатель Фрэнки Запота, который пролетел над Елисейскими полями на Flyboard Air. Устройство представляет собой ховерборд с пятью реактивными двигателями. Мужчина держал в руках винтовку. Между тем, пользователи сети сравнили Flyboard Air с глайдером врага-человека-паука Зеленого Гоблина. Самого же изобретателя назвали Железным Человеком. Одним из самых популярных в сети стало видео, на котором показан ребенок, которого повели в зеркальный лабиринт. Юный герой почувствовал себя растерянным в зазеркалии. Всего за три дня ролик набрал более 20 миллионов просмотров. В Краснодарском крае бездомный пес отвязал от забора хозяйскую собаку и попытался с ней прогуляться. Забавное видео попало в сеть. На кадрах дворняга сначала пытается развязать узел, а потом перегрыз поводок. Освободив своего породистого сородича, пес ведет его, держа поводок в пасти. Но беглецов все же остановили. Это самый черный металл на планете. Ванта Блэк поглощает 99,96% видимого света. Это даже не цвет, а отсутствие всякого цвета. Для человеческого глаза это как черная дыра. Если нанести вещество на какой-то предмет, то оно просто исчезнет. Ванта Блэк сломает вам мозг. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. Кубок губернатора по гребле на драконах прошел во Владивостоке. Ежегодные соревнования вновь принимала бухта Новик. Туда съехались более 50 команд из Приморья и соседнего Китая. О том, чем же отметились массовые гонки на лодках-драконах, расскажет Максим Яковлев. Гонки на драконах – это не что-то из детских сказок. Это самые, что ни на есть, спортивные соревнования. Владивосток проводит их каждое лето. А самой престижной массовой встречей этих мифических существ становится Кубок губернатора Приморья. В этот раз гребные состязания собрали более 50 команд из Приморья и соседнего Китая, который, к слову, и познакомил нас с лодками-драконами. Первый раз наши спортсмены выехали на соревнования в 1998 году в город Юян по приглашению китайской стороны. С этого момента как раз-таки началось развитие гребли на лодках-дракон и в Приморском крае, и в Российской Федерации. Международная регата по традиции проходила в бухте Новик. Участников сначала ждали предварительные заезды, после которых только лучшие попадали в полуфинал, а затем и в финал. Дистанция, как всегда, одна – 200 метров. Гонки хоть и получаются очень быстрыми и сложными, однако при этом остаются доступными для любителей и новичков. Каждый год сюда приезжают коллективы из 10 человек самого разного статуса и опыта. Я во многими спортами занимался, но гребли на драконе – это самый команднообразующий вид спорта, потому что здесь от каждого зависит, то есть один облажался, облажалась вся команда, все. То есть плотнее и дружнее нигде в других местах, другого спорта не бывает. Мы все из разных областей, в разных организациях работаем. Здоровый образ жизни, здоровый настрой и здоровое проведение отдыха своего. Субботу-воскресенье провести в Новике очень великолепно и замечательно. По итогам соревнований первое место среди женщин досталось именно команде «Аквамарин». В мужской категории лучшим оказался еще один Владивостокский экипаж «Прим Дрэгон». Интересно, что китайские коллективы впервые за последние несколько лет в призеры не попали. Родоначальники гребли на драконах, тем не менее, остались довольны соревнованиями. Я был на соревнованиях во многих странах. Очень горжусь тем, что россияне, как и другие иностранцы, принимают нашу национальную гребную культуру. Я занимаюсь этим спортом уже более 40 лет и не собираюсь бросать это дело. Кроме традиционных гонок на драконах, здесь же прошли и соревнования на океанских каноэ, аутриггерах, байдарках и сапах. В целом, праздник спорта оказался максимально насыщенным как борьбой на воде, так и развлекательными секциями на суше. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Опасный сокол. Тропический шторм из Филиппинского моря может принести в Приморский край сильные дожди и подъем воды. Законом по беззаконию. Специалисты администрации Владивостока продолжают демонтировать незаконные объекты на набережной спортивной гавани. Время вандалов. На набережной спортивной гавани снесли гранитное декоративное ограждение. Власти города принимают радикальные меры. Народный выбор. Жителям Владивостока предлагают проголосовать за новый проект рыбного рынка в районе набережной Цесаревича. Красиво ушли. Интересное развитие событий наблюдали ученые при выпуске второй партии касаток. Драконы в море. 16-й кубок губернатора погребли на драконах. Прошел во Владивостоке в бухте Новик. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное. Владивосток. Впереди у приморцев относительно спокойные и пока еще в плане погоды выходные. Побаловать себя можно прогулкой по приморскому сафари-парку. На фоне яркой летней зелени здесь в эти дни очень эффектно выглядят олени. На грациозных животных смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Берегите себя и удачи в делах. С вами был Александр Масликов. Увидимся на восьмом. Продолжение следует.